Бисмиллахи ррахмани ррахим. Ильхамду лиллах. Вассалату вассаламу аля Расулли Ллах. Ва аля алиху асхаби аджмурин намаба'ад. Продолжим грамматический разбор суры Аль-Каря «Великое бедствие» или «Устречающее». Мы остановились на чистом аете «ФАММАМАМАНГ САКУЛЯТ МАВАЗИНУХ». Что касается того, чьи извешиваемые деяния окажутся тяжелыми, «ФАХОФИ ИЩИТИ РАДИЯ», то он окажется в жизни блаженной. «ФАММА АЛЬФА» указывает на возобновление речи, на новое предложение. «ЭТА ХАРФУН МАБНИУУЛАН ФАТХА» частицы с неизменяемым окончанием с «ФАТХА» на конце. «АММА» – это «ХАРФУ ШАРТИН УТАВСИЛИН УТАВКИДИН». Это условные частицы, а точнее сказать, «ХАРФУН ФИГИМАНА ШАРТ ХАРФ», указывающие на значение условия, частицы «ТАВСИЛИ», то есть подробного изложения, а также частицы усиления смысла. «АММА НАИБУТУНА АНАДАТИ ШАРТ ВУ ЖУМЛАТИИМ». «АММА» – частица «АММА» заменяет собой условное имя, условное имя «МАММА», а также его «ШАРТ», то есть его условное предложение. То есть «АММА» стоит на месте «МАММА ИКУН МЕНШЕЙН», «Чтобы там не было» и так далее. Ее называют условной частицей также и того, что после него приходит «АЛЬФА РАБИТУТУЛИДЖУВАБИ ШАРТЫ», то есть «ХАРФА», связывающая или связывающая ответное предложение с условным предложением «ЖУМЛАТУ ШАРТЫ». Например, если мы скажем «АММА ЗЕЙДУН ФАМУНТАЛИКУН», что касается ЗЕЙДУ, то он отправляется в путь. Как мы сказали, частица «АММА» замещает собой «АДАТУ ШАРТЫ» и его «ЖУМЛАТУ ШАРТЫ», условное имя «МАММА» и его условное предложение. Значит, в основе, как приводит АТСИБУВАЙГИ РАХИМАХУЛЛАХ, у нас было «МАММАЯКУН МНЩАЙН ФАЗЕЙДУН МНТАЛИКУН». Как бы там ни было или что бы там ни было, ЗЕЙД отправляется в путь. Как видно, здесь преследуется цель усилить данный смысл, данное значение, что ЗЕЙД твердо вознамерился отправиться в путь, и у него нет на этот счет никаких колебаний или сомнений. Ибн Хишам РАХИМАХУЛЛАХ говорит, что «Я не видел кого-либо, кроме АЗАМАХШАРИ, то бы прямо указал на то, что АММА, который замещает с собой МАММА и КУНМИЧАИ, то она указывает на усиление смысла. Ведь это предложение лучше указывает на данный смысл и усиливает его, чем если бы мы сказали изначально «ЗЕЙДУН МНТАЛИКУН» – «ЗЕЙД отправляется в путь». Так, предложение АММА «ЗЕЙДУН ФАМУНТАЛИКУН», что касается ЗЕЙДУ, то он однозначно отправляется в путь, то это предложение усиливает смысл и подчеркивает, что он твердо решился выйти в путь. В этом нет сомнений. А что касается третьего, то есть того, что АММА является Харфутов Силен, частица подробного изложения, разъяснение того, что было кратко изложено, упомянуто чуть раньше, то это можно понять на примере АЭТа 78 по 82 АЭТа из Суры Аль-Каф «Пещера». Так мы читаем в 78 АЭТе «САУНАББЮКА БИ ТАУИЛИ МАЛАМ ТАСТАТЫ АЛАЙХИ СОБРА» «Я поведаю тебе толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением». Итак, здесь кратко сказано о толковании. ИДЖМАЛЬТ ТАУИЛЬ. Затем приходит его подробное изложение, разъяснение с использованием частиц АММА в трёх местах. Первое – это АММА ССАФИНАТУ ФАКАНА ТЛИ МАСААКИНА. Что касается судна, то она принадлежала беднякам и т.д. Второе – ВАММАЛЬ ГУЛАМУ ФАКАНА АБУВАХ МУМИНАИНИ. Что касается мальчика, то его родители являлись верующими и т.д. И третье – ВАММАЛЬ ДжИДАРУ ФАКАНА ЛИГУЛАМАИНИЯТИИМАИНИ. Что касается стены, то она принадлежала двум мальчикам, сиротам и т.д. Как мы видим, в этих трёх аятах пришло подробное разъяснение и изложение того, о чём кратко было поведено в предыдущем аяте в слове Бетауиле. И как мы видим здесь, для этого использованы частицы АММА. Частицы АММА очень часто упоминаются в Коране Сунь, а также используются в обыденной речи арабу. В нашем грамматическом разборе она часто будет нам встречаться, поэтому мы взялись подробно поговорить о ней здесь, в этом аяте. Чтобы впредь нам не проходилось бы повторять всё сказанное про неё, мы просто будем отсылать к данному уроку, к этому аяту. На этом всё на сегодня. Ничало закончим наш разговор про эту частицу на следующем уроке. Аллаху Амам. Аллаху Амам. Продолжение следует...